Митинг на месте стоянки Александра Виноградова в этом году получился не таким, как всегда. С привкусом горечи. Не только от воспоминаний о погибших партизанах. Горечь чувствовали потомки тех, чьи имена были высечены на обелиске партизанам-подрывникам. Обелиск в январе этого года был уничтожен. Вандалов так и не нашли. Но верные своему делу хранители памяти о героических делах партизан собрали средства на новый мемориал. С миру по нитке собирали. Большая заслуга здесь прежде всего. И к родственникам партизан. Буквально с шапкой ходили. Большую помощь оказала финансовая компания Уралсиба, страховая группа Уралсиба. Камнеобрабатывающая фирма Томстоун, Слизовский Владимир Васильевич. Он тоже вкладывал средства. Это действительно победник получился народный. И вот они снова в строю всесемера, которым на старом месте вновь установлен памятник. Александр Измайлов, Анатолий Коршунов, Антонина Штырова, Валентин Буровин, Петр Береснев, Дмитрий Дзынов, Степан Иванченков. Дети и внуки партизан справедливо требуют, чтобы память о юных героях-подрывниках жила. Не понимаю свое предназначение, как хранить память, которую прививали и отец, и тетушка. Я не могу предать и их боевых товарищей. Вот там этот памятник Коршунову и Измайлову, а на обратной стороне все семь, кто такой подвиг совершили. Ведь мой же отец и с Коршуновым ходил на задание, и с Измайловым ходил на задание. Более того, с Измайловым они были в одной роте. Вот там землянка стальзавода. И места, где спали, в землянке были рядом. Второе место от окошка Саши Измайлова, а третье – моего отца. Почему для меня вот это вот не просто стоянка. Здесь моя родная кровь. Кровь отца, кровь Маргариты Бортапова. Потомки партизан надеются, что администрация района установит постоянный контроль за стоянкой Виноградова, где уже не раз орудовали вандалы. А все, кто будет приезжать на этот мемориальный комплекс, пусть помнят историю и берегут память о подвигах героев войны. Александра Седачева, События, Брянский район.